Пандемия коронавируса, скорее всего, продлится около 6-7 месяцев, если считать с регистрацией первых заболевших. Об этом заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко. Он сослался на то, что пандемия двух других коронавирусных инфекций, SARS в 2002-2003 годах и MERS в 2012-2014 годах, закончились примерно через такой срок. Однако прогнозы осложняются тем, что новый коронавирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым, чем два предыдущих. Новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья. Это особенно стало причиной столь широкого его распространения в мире. А так как человечество столкнулось с ним впервые, ни в одном регионе пока не выработался коллективный иммунитет. Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 3 миллиона человек. Более 206 тысяч из которых погибли. Вылечились более 866 тысяч пациентов. Самая тяжелая ситуация складывается в США. Здесь больше всего и фактов заболевания, и летальных случаев. Что касается России, то на данный момент выявлено 87 147 случаев. Вот как они распределяются по регионам. Как видите, в нашем крае за весь период зарегистрировано 439 случаев заболевания. Из них 33 за последние сутки. Новый коронавирус уже назвали глобальным вызовом науки. Еще 5 месяцев назад SARS-CoV-2 был никому не известен. Сегодня же он предмет изучения в беспрецедентных масштабах. Разрабатываются вакцины, начато испытания противовирусных препаратов, и появляются новые диагностические тесты. Что узнала наука за последние месяцы, а что еще остается и под вопросом. Об этом мы поговорим сегодня с человеком, который находится без преувеличения на передовой. Мы связались по скайпу с Евгением Мокрецовой, доцентом кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Дальневосточного медуниверситета, которая сейчас работает врачом инфекционного госпиталя для больных с COVID-19. Евгения Викторовна, здравствуйте. В первую очередь мы благодарим вас за вашу работу и за то, что вы нашли время на эту беседу. Здравствуйте. Евгения Викторовна, вот мы с вами встречались в начале марта, когда ВОЗ только-только собирался объявить пандемию. И вот что можно сказать сейчас на данный момент? Ситуация с распространением коронавируса, прогнозы, они развиваются так, как прогнозировали? Ну да, пока мы идем именно с таким приростом, как и предсказывалось, мы, похоже, в ближайшее время будем выходить на пик эпидемии в России. А что нового уже удалось узнать о коронавирусе? На сегодняшний день очень много уже известно. Полностью известно о генотипе вируса, о том, как он работает, как он действует на организм, о тех клетках, мишенях, рецепторах, которые воспринимаются вирусом, как те входные ворота для того, чтобы организовать свой эффект. Ну и о патогенезе заболевания очень много известно о клинике. Отработаны многие схемы лечения, которые сейчас используются в пандемии. К сожалению, на сегодняшний день нет того самого действующего препарата, который мог бы справляться очень быстро и хорошо с этим вирусом, то есть специфического противовирусного препарата. Мы его все ждем и думаем, что все-таки в скором времени ученым удастся предложить нам такое средство. Но все-таки получается, что что-то удалось сделать. Если мы больше знаем, то, наверное, как-то получается хотя бы эффективнее бороться или все-таки пока больше вопросов, чем ответов? Нет, на самом деле получается бороться довольно эффективно. И мы видим это на своем опыте сейчас. То есть те предложенные схемы лечения, которые, правда, не нацелены на сам вирус, а не нацелены на патогенез заболевания, на сопутствующие инфекции, они помогают справиться. Ну и тут, конечно, очень много идет расчета на собственный иммунитет организма, который все-таки справляется у тех людей, у которых иммунитет более или менее в порядке. Ну вот изменилось ли течение болезни? Потому что, если говорить о Нью-Йорке, там какой-то вот всплеск заболеваемости, огромное количество погибших, где чуть ли не приходилось грузовики привозить, чтобы увозить погибших. И там ведь очень много молодых. Но у нас, вроде бы, если смотреть по официальной статистике, очень много тех людей, которые переносят достаточно легко, и причем очень много бессимптомников. Там чуть ли не две трети. Да, у нас, к счастью, именно так. У нас нет такой катастрофы, как это было и как это наблюдалось в Италии, как это сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. У нас все-таки идет именно тот сценарий развития событий, как был в Китае, когда страдало все-таки в большей степени огромное количество пожилых людей, людей с сопутствующей патологией, тяжелой сопутствующей патологией, которые как раз способствуют тому, что человек погибает. Это разве что-то получается? Да, есть разные генотипы. Евгения Викторовна, вот вообще локальные особенности, они каким-то образом их можно выявить? То есть есть ли какие-то вообще локальные особенности, связанные с пандемией, протекание эпидемии непосредственно? Локальные особенности, по всей видимости, есть, но сейчас говорить о каких-то, делать какие-то серьезные выводы, я думаю, преждевременно, потому что мы еще только близимся к середине ситуации. Поэтому, когда все закончится, мы будем анализировать историю, сравнивать с тем, что было у нас, вернее, с тем, что было у них, то, что происходит сейчас у нас. И мы будем уже иметь более четкие представления о том, что было и какие у нас есть действительно локальные особенности, пока они вроде бы как просматриваются, что действительно это не преимущественно болезнь молодых, это преимущественно болезнь пожилых людей, тяжелые формы именно. Молодые действительно в большей степени переносят это в удовлетворительном состоянии, не теряя работоспособности практически, это легкие формы, истертые формы. А действительно мы вот в России идем по такому мягкому сценарию, если да, то с чем это связано? Ну, пока можно предположить, что да, это не самый тяжелый вариант. И с чем это связано? Ну, во-первых, это генетическая предрасположенность. Это разные генетические типы вируса. Известно, что их несколько, известно, что есть более серьезные, более легкие формы, так скажем, геногруппы вируса, S и light, L форма вируса. И, по всей видимости, у нас, ну, мы не можем сейчас говорить о том, какой у нас геновариант. Вирус у нас посетил, потому что, ну, у нас нет таких, вернее, ресурсов, чтобы сейчас об этом говорить. Но можем предполагать, что да, у нас не самый тяжелый генотип вируса. И плюс еще действительно наша генетическая предрасположенность очень большую роль играет в том, как мы будем болеть, как мы болеем, и с какими осложнениями приходится сталкиваться. Евгения Викторовна, а вот те меры, которые сейчас предпринимаются, это и социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим, они помогают сдержать все-таки пик эпидемии? И темпы роста? В какой-то мере, да, конечно. В какой-то мере они помогают, действительно. И это единственное сейчас, что мы можем предложить для сдерживания распространения эпидемии. Ну, в любом случае, когда-нибудь это все закончится. Но вот эксперты сходят во мнении, что к зиме нас ждет такая повторная, да, вторая волна пандемии. И что вы об этом думаете? Возможно, будет вторая волна, но сейчас первую волну переболеет достаточно много людей. И в легких формах в том числе. И за счет этого будет формироваться, как мы и ранее говорили с вами об этом, коллективный иммунитет. И от этого будет зависеть, как дальше будет распространяться вирусная инфекция в мире. То есть те вирусы, которые и раньше у нас были, SARS и MERS, они ведь и дальше потом встречались в популяции людей, но уже не в таком эпидемическом масштабе и не оказывая таких разрушительных действий, как это было в первую волну. Я думаю, что и с этим вирусом будет примерно то же самое. Евгения Викторовна, вот какие вопросы в связи с этим сейчас стоят перед наукой, чего важного мы не знаем о коронавирусе и что вот предстоит узнать в первую очередь, над чем работают ученые всего мира сейчас? Ученые всего мира сейчас работают над лекарством, над препаратом, который помог бы справиться с этим вирусом сразу, то есть немедленно. Это противовирусный препарат. Ну и вакцина, конечно, над вакциной очень многие работают. Ну вот как раз-таки про вакцину хотелось бы еще у вас спросить. Вот 9 российских разработок вакцин против COVID-19 уже включены в ВОЗ в перечень перспективных. Всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцин, из которых 77 находятся на стадии доклинических испытаний, а 6 проходят клинические исследования на людях. Насколько вообще мир близок уже к выводу вакцины на рынок? Дело в том, что сразу было сказано, что вакцина выйдет на рынок не раньше, чем в конце 2020 года. То есть ускорить разработку вакцины нельзя. То есть сократить то клинические испытания, как-то их упростить. Это невозможно. Это будет чревато опасностью того, что вакцина будет иметь нежелательные побочные эффекты, и если ее выпустить раньше, то в силу этих побочных эффектов она может быть просто снята с рынка в конечном итоге. Поэтому для того, чтобы к нам пришла вакцина настоящая, качественная, эффективная, нужно выдержать все те этапы, которые предполагалось ранее. И сократить сроки разработки вакцины, я думаю, не получится. Евгения Викторовна, большое вам спасибо. Даже сложно выразить свои эмоции за вашу работу. Мы вас благодарим. Конечно же, желаем удачи, сил и терпения. У нас на связи была Евгения Мокрецова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Медуниверситета, которая сейчас работает врачом инфекционного госпиталя для больных с COVID-19. Большое спасибо. Спасибо.